Мы в своем любимом лесу вчера никуда не ездили, ездили к Ольге и маме по делам, поздравляли их с днём рождения и с юбилеем. Их бриллиантовая свадьба уже пошла, но уже много у них лет совместной жизни. И заодно мы им телефон привезли, объяснили. Короче, были в гостях, потом попали в такую пробку, но не в гостях мы были, по делу ездили, на минутку. Попали мы в такую пробку, а здесь пробок нет, слава тебе Богу. А здесь только одни петушки растут. Пойду ещё синих рядов, вон туда подальше по этой дороге пройду. О, леса прошла, и вот что я нашла. Всего лишь подозрительные какие-то ворушки. Не знаю, ворушки или нет, пусть они остаются лесу. Что-то не хочется с ними даже и возиться. Подобный мох, такой красивый мох, и ходить приятно. Правда, впереди лесозавал, лесоповал, но пройти вполне можно обойти. Но красиво. Здесь же рядовка серая, остроконечная. Это не гриб мышата, хотя некоторые их берут и называют тоже мышатами. Считаются ядовитыми, но мы их ели и недавно ели. Ничего, съели. Но ели просто так, из интереса. Их было там пару штук всего лишь. Вот так. Вот такие вот они. Их я брать не буду, и раньше не брала. Их брать не буду. Надо же обходить. А пошла вот сюда. Ну и не зря. Ну просто лень была обходить. И не зря. Вот нашла что-то такое. Может быть, это такие вешенки. А может, это что-то еще такое неизвестное. Вон там еще один такой. Придется проверять. Буду проверять, что это такое. Что-то я не понимаю. Совсем забыла про всякие вот эти вот грибочки. Да я их и не знаю. Непонятно. Это же не плите или они? Нет, наверное. Серые пластинки. Камера берет светло. Ну не знаю. Не буду брать. Здесь вот растут ложные опята. Кирпично-красные. Вот они такие. Уже устарели. Мощные тротовики. Красивые. Такая колея. И я не представляю, не представляю, что за чудо-техника здесь ездила. Что им здесь надо было делать. Да это пол меня. Если я стану в эту канал, будет не по пояс. Вот такой вот проезд здесь. А я пойду вон туда, вон в тот лесочек схожу. Я пойду в тот лесочек загляну. Может, в фиолетовой рядовке там есть. Первый гриб съедобный. И вообще-то красивый. Это маховик. А может, какой-нибудь польский гриб. Сейчас посмотрим. Сейчас есть. Мох есть. Поганка. Такая вот есть. И ножка от зеленой рядовки есть. Но петушков я не нашла пока. Вот растет белый паутинник клубненосный. Вот такой вот гриб. Розовый паутинник. Он розовый. Он с паутиной. У него клубень. Такие паутинники я ем. Это был не белый паутинник. Он сразу покраснел. Сразу я видела красные пластинки. Но снимать мне было как-то не досуг. Поэтому вот сейчас снимаю. Я его взяла. Но это не он. И это не лесный никакой шампиньон. Что он такой красный? Мне такие грибы не нравятся. Ну вот и все. Я его здесь оставлю. Пахнет тонкузно. Но не очень-то шампиньоном он пахнет. Мы в своем любимом лису. Вот они рядышком. Совсем. Что-то Маули приуныл. А теперь он что-то там развеселился. Рядовка коричневая. Я ее беру. Всегда беру. Вот она хорошая какая. Уютно устроился. Я забыла. У меня в холодильнике просто два зонтика лежат. Я с ними ничего не сделала. Так и лежат. Ну пусть засыхают. Ладно. Не страшно. Их можно подсушить. Что там Маули там веселиться. Не на шутку. Веселиться. И ликует весь народ. Чего ж тут не ликовать. Такой лес приятный. Хорошо. Но похолодало. Сегодня холодно. Красивый гриб растет. Но я его что-то никак не узнаю. Может быть это паутиня какой-нибудь. Не знаю. Сейчас посмотрю поближе и трогать я его. Не хочу почему-то. Гриб фиолетовый. Только он не фиолетовый сверху. А какой-то выцветший совсем. Ну что поделаешь. И такое в природе бывает. Маули пошел правильным путем. Он вон сколько грибов нашел. Убери у меня листики. Я сейчас тоже покажу. И расправь мои грибы. Так. Так. Опа. Ну ладно. Хватит. А то что я все-то тебя снимаю. А вот мои грибы. Вот такие вот. Ну что поделаешь. Я еще найду что-нибудь сейчас. Пойду ряд твой посмотрю. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok